Вся информация о нарушении режима прекращения огня в Сирии стекается в российский центр по примирению враждующих сторон. Он расположен на авиабазе Хмимим. Там же координируют доставку гуманитарной помощи. Из Сирии репортаж Александра Батыхова. Нарушения перемирия были зафиксированы сразу в нескольких провинциях Сирии. Огонь вели в том числе и по населенным пунктам. Только в одном Дамаске обстреляли шесть жилых районов из минометов и установок для пуска реактивных снарядов. По данным разведки, и в провинции Ирака тоже произошли боевые столкновения. Еще одно нарушение перемирия наши военные зафиксировали в одном из районов на севере страны. Здесь, в провинции Латакия, боевики Джипхата Нусры, эта организация запрещена в России, напали на отряд народного ополчения «Соколы пустыни», который воюет на стороне сирийской армии. Террористы вели огонь из минометов, в результате чего погибло большое количество ополченцев. Сводки нарушений российский центр по применению враждующих сторон публикует ежедневно. Собранные данные отправляют и в аналогичный американский центр, расположенный в Омане, и сотрудникам рабочей группы в Женеве. В российском центре на авиабазе «Хмелим» работают несколько десятков военнослужащих. В круглосуточном режиме они обрабатывают обращения тех, кто готов прекратить противостояние. Помимо этого, в бюллетине центра публикуется информация и о гуманитарной помощи, которую оказывает Россия и Сирия. На днях такую помощь получили жители посёлка Амальту-Юрт. Несколько тонн продуктов и предметов первой необходимости в поселение доставили на грузовике. Наш посёлок и до войны жил небогато, а теперь совсем тяжело. Мы выращиваем апельсины и мандарины, но много выручить за эти фрукты не получается. Денег едва хватает на продукты. Многие еле-еле сводят концы с концами. И ваша помощь как раз, кстати. Мы очень благодарны России за эту помощь, за эту поддержку. Никто, кроме вас, нам до этого не помогал. Конечно, на долго розданных продуктов не хватит, но, по крайней мере, в ближайшее время никто голодать не будет. Гуманитарная помощь – это ещё одна миссия, которую выполняет Россия в Сирии. Для тех, кто несёт службу на авиабазе «Хмелим», в эти выходные был устроен концерт. Перед военнослужащими выступили Иосиф Кобзон и Центральный военный оркестр Министерства обороны. Александр Бутухов, Юрий Шолмов, Горамразилов и Юлия Ходорова. Первый канал. Сирия.